Глубоко уважаемый Сергей Алексеевич, Дмитрий Георгиев, добрый день. Глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Мы с Антоном Николаевичем разделили на двоих ответственность представление региональных прогнозов таким образом, что я освещу те возможности, которые есть в настоящее время, с настоящими клиническими рекомендациями, а он попробует спрогнозировать все-таки, что мы можем и какие есть у нас возможности. Итак, всем знакомый слайд, где краеугольным камнем всего всей системы стандартизации здравоохранения является клинической рекомендацией. Я бы сюда поместил еще вот это милое животное, потому что если критически оценивать клинические рекомендации, то прямо из некоторых строчек уши торчат, точнее щупальцы с присосками. Я его уберу, но все вы знаете, что он есть. Если посмотреть внимательно на правую часть слайда, то все логично, клинические рекомендации переходят в стандарты, дальше программа государственной гарантии формируется на основании их, и клинико-статистические группы вообще из стандартов и программы государственной гарантии получаются прям идеальные. Но в 2021 году мы столкнулись с снижением значительных тарифов ОМС на специализированную онкологическую помощь. И вот наша больница, например, за 2021 год съела всю подушку, которую накопила за 2020, когда были тарифы адекватные, наверное, все-таки ковид во всем виноват. Несколько слов о программе государственной гарантии. Там сказано, что она формируется с учетом порядков оказания помощи и стандартов, ни в полном соответствии, ни еще как-то. Она учитывает, что это есть. И что касается клинических рекомендаций, то программа государственной гарантии отдает это полностью на откуп фонду обязательного медицинского страхования и региональным бюджетам. Я прошу прощения, что привожу на конференции по раку молочной железы ситуацию с клиническими рекомендациями по раку почки. Но здесь просто я покажу, как формируются новые стандарты. Итак, метастатический рак почки в 80% случаев обладает плохим и промежуточным прогнозом. И клинические рекомендации дают безальтернативный выбор лечить этих пациентов с помощью комбинации ингибиторов терезинкиназа и иммуно-онкологических препаратов. Стандарт относительно новый, 2020 года. Вроде все эти препараты присутствуют. Но если его анализировать, то эти препараты заложены в стандарте не 80% больным, а всего лишь 40%. И всего предполагается полторы линии лекарственной терапии на одного пациента. То есть если кому-то мы провели три линии терапии, то следующим трем пациентам будет всего по одной. И получается, что никто не говорит, кто должен лечить эти 40% пациентов, каким образом и как выполнять клинические рекомендации по отношению к ним. Ну, вернемся к теме нашей конференции, к раку молочной железы. На этом слайде приведены обязательные клинические рекомендации в соответствии с 489-м федеральным законом, которые влияют на стоимость лечения. В радикальном лечении рака молочной железы это требование применения пертузумаба и мтазина при неполном патоморфологическом ответе после неодевантной терапии хердвуанного положительного рака молочной железы. И основную финансовую нагрузку несет, конечно, рецидивный метастатический рак молочной железы в плане применения того же пертузумаба, применение CD4-6 ингибиторов первой и второй линии терапии, лопарей при берсе и положительном раке молочной железы, и применение на поклитоксилатозализумаба при педеле положительном метастатическом раке молочной железы. Вот это основная финансовая нагрузка несет в лечении всех пациентов. Приведу наглядный пример распределения и прогнозирования терапии пациентов в Ярославской области. Ярославская область относится к регионам с высокой заболеваемостью. На слайде указано распределение по молекулярно-генетическим подтипам. И, допустим, некоторые условности в планировании лечения. Мы не будем использовать пертузумаб в неодевантной терапии, потому что клинические рекомендации его рекомендуют как плюс-минус к тертузумабу. Полный патомофилогический ответ при неодевантной терапии хирургона положительного рака в 45%. Допустим, что не будет висцерального криза и условия пациентов лечения в дневном сационаре. Так вот, молочной железе повезло, что антрациклины остаются в ряду высокоактивных препаратов. И эта дешевая схема АЦ эффективна при различных опциях терапии как метастатического, так и радикальном лечении рака молочной железы. В принципе, вот на этом слайде все красиво. Средний чек 74 тысячи при плане 84. Ну, единственное, что мы перебираем количество случаев, несколько, да. И практически молочной железой, радикальным лечением занимаемся в случае дневного сационара. Попытка добавления пертузумаба в неодевантную терапию третьей стадии с целью удешевления, с целью снижения частоты применения в одевантном лечении тертузумаба и мутазина не привела к успеху и привела к удорожанию среднего чека. Основная же финансовая нагрузка ложится на терапию метастатического рака молочной железы. Здесь я тоже распределил наших пациентов в дневном сационаре, как бы они должны лечиться с учетом клинических рекомендаций. И получил средний чек дороже на 100 тысяч запланированного объема. Этот слайд демонстрирует реальную картину терапии пациентов Ярославской области метастатического хердванема положительного рака. Я его много раз демонстрировал. И если мы бы лечили всех пациентов, а у нас большая региональная льгота, 3 года была, в рамках ОМС, то мы бы на них потратили половину бюджета фонда обязательного медицинского обстановления, который бы они должны заплатить нам за дневной сационар. Итак, если оценивать все лечение рака молочной железы, радикальное и палеотивное, то мы превышаем количество случаев и превышаем средний чек достаточно значительно. На данном слайде я сейчас продемонстрирую реальность нашей работы в 2021 году с фондом обязательного медицинского страхования. Красным выделены наши письма, прогнозы, что мы просили. Ну и, соответственно, черным то, что нам давали, объемы и деньги. И в результате мы выполнили все случаи, но перебрали среднюю стоимость в дневном сационаре. И в настоящее время больница недополучила 56 миллионов рублей, а это значимая сумма, что касается приобретения лекарственных препаратов и прочих-прочих затрат. Мы сейчас опять находимся в том положении, что лечение пациента в диспансере или больнице это достаточно субъективный процесс, и он зависит от множества факторов, от того, кто принимает решения, от молодой пациент или пожилой, и много-много еще таких факторов, которые абсолютно не должны относиться к делу и не должны быть основанием для объективного принятия решения. Почему медлят введение такого показателя, как стоимость года сохраненной качественной жизни, мне на самом деле непонятно. Я думаю, что это был бы выход для всех, и врачи бы ушли от ответственности решать, кого им все-таки лечить, а кого не лечить. И в заключении могу сделать вывод, что в настоящее время можно говорить о недовольтворительных финансово-экономических условиях выполнения клинических рекомендаций по лечению рака молодой жизни для всех пациентов, особенно в регионах с высоким уровнем заболеваемости. И я думаю, что в сложившихся условиях, когда у нас нет других клинических рекомендаций, нет другого норматива на их применение, профессиональные сообщества при определении необходимости внесения новых методов или схем лечения в рекомендации и должно учитывать наличие возможностей их выполнения для всех пациентов. У меня все. Спасибо. Спасибо.